Это как раз и есть та самая лучшая закуска к пиву. Готочек пивка. Ммм... И высасывать. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю куриные головы. Обычно люди думают, что куриные головы это прекрасный корм для собак, а может быть даже и для кошек. Но я знаю, что куриные головы очень популярны во всех странах Азии и в Китае. Это супер популярное блюдо, и когда туристы приезжают за границу, они с удовольствием кушают эти куриные головки. Но самое интересное, что эти куриные головки я купил по цене 20 рублей за килограмм. То есть одна головка стоит всего 2 рубля. Это вообще даром. Некоторые куриные головки еще имеют перья, но эти перья очень легко снимаются даже без термообработки. Я их возьму, вот так пальчиками повыдергиваю, и все будет прекрасно и чисто. На некоторых головках, на клювиках еще были жесткие оболочки, вот такие, которые не сняли на мясокомбинате. Поэтому они очень легко снимаются, и я их тоже снял. Конечно же, в каждой головке я открыл ротик, обязательно промыл ей зубки, умыл ей мордочку, все глазики, все-все-все вымыл, чтобы сама головка была очень чистенькая. Сейчас я буду варить куриные головки на медленном огне около 30 минут. А вот здесь у меня вялится рыбка. Это салака. Обычно я солю или мойву, или корюшку, но сейчас ничего нет. А в салаке, в каждой рыбке есть икра. Она очень дешевая. Один килограмм стоит 35 рублей. И очень вкусная. Как вкусно и быстро засовить рыбку, мойву или корюшку, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Воды налил совсем немного, чтобы головы только покрылись. Потому что так бульон будет намного вкуснее, и я буду использовать его еще для прекрасного куриного супа. Хочешь узнать, что делать с головами дальше, и какие они на вкус, подписывайся на мой канал, ставь большой красивый лайк и пиши свой комментарий. Немного растительного масла. Куриные головы уже остыли. Я специально не добавлял много растительного масла, потому что сейчас будем готовить соус, чтобы он был очень вкусный. Я добавляю соевый соус. Две части соевого соуса и одна часть сахара. И, конечно же, китайская приправа 5 специй. Я только-столько ее сделал. Она очень ароматная. Пара чайных лорочек приправы 5 специй. Куриные головки я не солил, потому что соевый соус уже соленый. Я уменьшаю огонь под казаном и жду, пока весь соевый соус превратится в густое желе. А куриные головки пропитаются ароматом китайских пряностей и соевого соуса. Куриные головки, я их уже приготовил. И при том, они обалденные. Я вижу, у них уже хвосточки, которые покрывают мозги, отпали. И теперь там есть самый ценный мозг. Обычно в куриных головках самые вкусные это язычки. Но не во всех головках были язычки. Сейчас я найду язычок и попробую его скушать. Сначала съедать язычок. Какой малюсенький, но вкусный. Язычок классный. После язычка раскрывают саму головку, как орешек. Сейчас попробуем взять та, которая уже раскрыта. Вот здесь мозги. Я ее раскрываю. И добираюсь до мозгов. Вот они, красавчики. Мозги. И кушаю мозги. Мозги классно. А уже после мозгов идут кожа и мяско. Сладкий соевый соус. Я раньше его никогда не пробовал. Он обалденный. И вот эти как раз куриные головки. Это идеальная закуска под пиво. К сожалению, пива у меня нет. А сами головки бомбейские. А глазики, глазики. Самый такой круглый глазик я не буду кушать. Его не едят. А вот уже после него здесь что-то вкусненькое есть. Ну, не такой вкусный, как у бычка или у овечки. Язычок, мозги, шкурка. Приправа 5 специй. Она настолько колоритная. Так классно сюда подходит. И, конечно же, сладкий соевый соус. Куриные головки класс. Попробуйте приготовить головки по китайскому способу. Это очень вкусно. Пишите комментарии. Любите ли вы куриные головки? Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. Ставьте вот такие красивые лайки. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда вкусить всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.